Всех благ и пусть будет мир. Обстрелы со стороны Азербайджана, полностью отключена связь. В заявлении Баку говорится, что это антитеррористическое мероприятие локального значения. При этом Азербайджан согласовал боевые действия в Арцахе с Россией. Эту так называемую антитеррористическую атаку многие назвали террористической атакой Азербайджана против блокадного Арцаха. Ваша оценка ситуации? Ничего нового я не скажу. Потому что управляемое террористом террористическое государство не может проводить априори антитеррористической операции. Ильхам Алиев, судя по всему, ему не дают покоя лавры Адольфа Гитлера. Он постепенно и постоянно пытается копировать, подражать Гитлеру. И мы видим, что даже эта так называемая антитеррористическая операция, в результате являющаяся совершенно другой операцией, агрессивной операцией, направленной против Нагорного Карабаха, против мирного населения Нагорного Карабаха, он ее начал по тому же самому сценарию, с которого начиналась Вторая мировая война. Это вторжение Германии в Польшу, Гитлеровской Германии. То есть был придуман повод. Азербайджан сам организовал теракт, в результате которого подорвались азербайджанские военнослужащие, в весьма смутных обстоятельствах. После чего обвинил в этом армию обороны Нагорного Карабаха. И начал вот эту войну, то есть локальную войну. Если можно, я в скобках просто дам информацию. Есть информация, что этот район, где подорвались на мине, находится на расстоянии 15 километров от линии соприкосновения. И говорится, что ни о какой диверсионной диверсии не может идти речь. Не нужно иметь всем пядей во лбу, чтобы понять, что Нагорный Карабах, Нагорно-Карабахская армия ни в коем случае сегодня не заинтересована в обострении ситуации и в поводе предоставления Азербайджану повода начать зачистку. А в Карабахе идет сейчас именно зачистка, террористическую зачистку. Поэтому здесь все предельно ясно. Убийство собственных военнослужащих организовал Алиев. Это организовал Алиевский режим. Мне кажется, что семьям погибших в Азербайджане есть чем обратиться в Баку. Есть что потребовать в Баку. Я думаю, там прекрасно все поймут. Ради чего погибли их сыновья. Ради чего погибли тысячи их сыновей до этого. У нас нет доказательств. Как вы можете так утверждать? Я могу это утверждать, потому что это говорит логика. Есть логика. Понимаете, есть логика. Я не вижу никакой логики в том, чтобы находящаяся со всех сторон в окружении небольшая горстка людей, полуголодная горстка людей, которых довел до этого состояние опять-таки Алиевский режим, сейчас была бы готова идти на войну. Нет никакого цели полагания. Любой здравомыслящий человек это понимает. Я повторяю, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы это понять. Поэтому здесь все абсолютно ясно. Дальше. Пойдем дальше. Чего добивается этим Баку? Я вас уверяю, что сейчас последует заявление, если уже не последовало заявление, что Азербайджан открывает Лачинский коридор с тем, чтобы мирное население спокойно могло уйти в Армении. Есть уже такая информация, гуманитарный коридор для населения. Иначе говоря, ускорение процесса выхода. Очень хорошо. Сам Алиев, как и все диктаторы и террористы, предсказуем. Чего он добивается? На Алиева было очень мощное, консолидированное международное давление, в том числе и США, с требованием открыть Лачинский коридор. Алиев понял, что ему придется открыть Лачинский коридор, что он не в состоянии больше удерживать эту ситуацию. В результате Алиев договорился с русскими, о чем открыто сказано в их заявлении. Согласовано. Спецоперация началась в согласовании с Россией. Русские в лице Путина договорились с Эрдуганом. Меня там не было, но российские эксперты и коллеги открыто об этом говорят. Что Эрдуган сказал, мы можем начать зачистку в Карабахе? Путин сказал, можете. Согласовали. Каждый в этом свой интерес. Алиев начинает зачистку в Карабахе, открывает Лачинский коридор, население уходит из Карабаха и проводит там этническую чистку. Может быть не в течение одного дня. Может для этого понадобится время. Я не знаю, как пойдет сценарий дальше. То есть вопрос в сроках. Весь вопрос в сроках. Это его цель. Я об этом говорил неоднократно. Этническая чистка. А это преступление. Это очередное преступление. В чем смысл всего этого для России? Во-первых, Россия выполняет свои обязательства перед Турцией, о которых я говорил. Россия поливать хотела на те обязательства, которые взяла на себя перед Арменией 9 ноября 2020 года. Россия отдает. Я говорил об этом, понимаете? Я говорил об этом постоянно все последние месяцы. Что сделали Россия, Турция и Азербайджан? Они поделили Карабах. Турция и Азербайджан получили свою часть, Россия получила свою часть. Сейчас Россия, будучи не в состоянии удерживать свою часть, сдает ее Азербайджану. Сдает ее Азербайджану, получает в ответ какие-то преференции от Турции на других фронтах. На Украинском фронте, на всяких других. Зерновая сделка, обход санкций, и то, и то, и то. Россия сейчас в том состоянии, когда поддержка Турции для нее очень важна. Она платит за этим Карабахом. Что получает от этого Россия? Беженцы, которые будут бежать из Арцаха в Армению, будет попытка использовать их против действующей власти Армении. Будет попытка устроить внутри страны бунт. Будет попытка устроить переворот. Будет попытка незаконным путем взять власть и установить в Армении пророссийскую власть. Что будет дальше? Если, не дай бог, для всех нас, я надеюсь, что этого все-таки не произойдет, я надеюсь на здравомыслие нашей власти, я надеюсь на здравомыслие наших партнеров, я надеюсь, что этого не произойдет. Но план таков. Если это происходит, Россия берет в Армении власть, идет дальнейшее размежевание. То есть Россия теперь делит с Турцией и Азербайджаном саму Армению. Речь идет о Сюнике. Турция и Азербайджан получают Сюник, а в остальное получает Россия. Опять-таки, учитывая плачевное состояние России, плачевное состояние режима, который управляет Россией, который стал давным-давно изгоем, я считаю, что удержать даже то, что они могут получить, они не смогут. Рано или поздно они сдадут и это. Опять-таки, если наша власть не проявит здравомыслие, и если мы не пойдем на те действия, которые я ожидаю, я надеюсь, что нам все-таки удастся избежать этого сценария. Вот приблизительно то, что сейчас творится в Нагорном Карабахе. И вот те основные угрозы, которые я сегодня вижу. Вы только что о каких-то действиях сказали, что вы думаете, что так будут действовать власти Армении? Есть какие-то... Я не думаю, что так. Я надеюсь, что так. Я не знаю, как они будут действовать. Я абсолютно не знаю, как они будут действовать. Как они будут действовать. Я считаю, что нужно немедленно созвать неочередное заседание парламента. Нужно немедленно принять, ратифицировать римский статут. Нужно по возможности быстрее, насколько это возможно в юридической практике, организовать уголовное преследование, подать на Азербайджан лично на Алиева в суд, поскольку там звучат выстрелы в Нагорном Карабахе. Нужно все это задокументировать. Это новые преступления, новый пакет преступлений, новый пакет терроризма. И как можно быстрее начать уголовное преследование. Нужно немедленно обратиться ко всем странам, которые имеют у нас в регионе свои интересы, соответствующими предложениями. С предложениями по замене России как гаранта безопасности Республики Армения по причине его ненадобности, ненужности и недееспособности. Россия это балласт на шее армянского народа. Я говорю об этом опять-таки с великим сожалению, как и всегда, но это факт. Это балласт, который тянет нас ко дну. Они нас топят. Это режим, это государство, от которого нет никакого проку. Один вред. И мы, армянский народ, не можем себе позволить Рошкас продолжать тащить этот балласт дальше. Нам надо от него избавляться. Иначе мы просто исчезнем. Здесь я бы напомнила об одной формулировке, которая прозвучала в комиссии, мы помним, неделю назад, в комиссии по международным отношениям сената США. Прошли слушания под названием «Оценка кризиса в Нагорном Карабахе». Речь шла тогда о гуманитарных проблемах. Поскольку Нагорный Карабах задыхался в блокаде. Мы помним, в Рио помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юрия Ким заявила, мы не потерпим никаких военных действий, мы не потерпим никаких атак против народа Нагорного Карабаха. Как по-вашему будет выражаться это «не потерпим»? Во-первых, я бы хотел отметить, что очередной русско-турецкий сговор совершенно верно имел свои цели и Мишеля, в том числе и США. Это был ответ в том числе на такие заявления, действия и давления. Мы здесь, как это принято у нас говорить, на земле решаем вопросы. Пока вы там в США спите. В США сейчас глубокую ночь. Это тоже важно. Ну, я думаю, что там проснутся к утру и будут как-то реагировать на эту ситуацию. Я считаю, что наш министр иностранных дел, понимаете, опять-таки, я вынужден опять-таки вернуться к тому, о чем говорю всегда. Пока не будет действий с нашей стороны, ожидать действий оттуда не приходится. Я считаю, что Аль-Ард Мажзуян должен поднять вот на этом заседании в ООН не вопрос к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе, а политический вопрос. Вопрос признания Нагорного Карабаха во имя спасения. Нагорный Карабах надо спасать. Надо спасать от терроризма, надо спасать от террористического государства. Надо спасать от трех террористических государств. Понимаете? Азербайджан говорит, я восстанавливаю конституционный строй. Азербайджан говорит недавно на днях Хикмет Хаджиев, по-моему, так его зовут, он сказал в интервью Deutsche Welle, что в Нагорном Карабахе в Степанакерте люди у бассейнов устраивают партии и пьют коктейли. Я не хочу говорить о том, что говорит Азербайджан, понимаете, это брит все силы кобылы, в это никто давно уже не верит. Я хочу говорить о том, что происходит. А происходит следующее. Мы обязаны в существующих реалиях поднять вопрос о необходимости признания Нагорного Карабаха во имя спасения. Я полагаю, что это найдет поддержку, в том числе в США, в том числе во Франции, в том числе во многих странах, которые не готовы видеть подобное развитие событий. Во время одних из наших недавних встреч с высокопоставленными лицами было сказано следующее, что единственное, что сегодня удерживает Азербайджан от агрессии и зачистки военным путем Нагорного Карабаха, это консенсус международный, который есть в этом вопросе. И Азербайджанам было ясно сказано, что этого международное сообщество не потерпит. Поэтому я полагаю, что пришло время, пора действовать, нужно обратиться и нужно требовать косовский сценарий. Азербайджан просто не... Это надо было делать давно, на самом деле, но сегодня дело дошло, как говорится, до кости. Нож дошел до кости, у нас просто нет другого выхода. Я полагаю, что мы получим благоприятный ответ, если мы будем действовать именно так, потому что у нас просто нет другого выхода сейчас. Нужно начать уголовное преследование Алиева Азербайджана и требовать признания Нагорного Карабаха во имя спасения. Вернемся в Степанакерт, мысленно, и попробуем понять, что по-вашему... Это вот агрессия, которая сейчас происходит, вот эти бомбежки. Причем используется артиллерия и беспилотники используются. Вы думаете, огонь распространится или действительно это локальная операция? Алиев на этом остановится, народ выведет по Лачинскому коридору с бесправием вернуться? Это зависит от арцахцев. Если сейчас народ начнет уходить по коридору, то, да, они войдут туда. Они войдут туда и остановятся тогда, когда они окончательно зачистят карабах от армян, от населения, от мирного населения. То есть, вы считаете, присутствие народа в Арцахе это остановит как-то останавливающий фактор? Ну, конечно. Я все-таки каким бы Алиев ни был недоноском, я прошу прощения, я уже не могу по-другому называть этого человека. Он понимает, что второй геноцид им не по зубам. Но он говорит, там на мне не подорвались, это терроризм, я веду антитеррористскую операцию. Это не геноцид. Я попрошу вас не говорить о том, что говорит Алиев. Мне плевать на то, что говорит Алиев. Я говорю о том, что происходит на самом деле, если они зайдут туда и там будут гибнуть реально дети и женщины и старики, и все это будет зафиксировано, задокументировано. Он прекрасно понимает, что в дальнейшем это все будет предъявлено. Я надеюсь, будет предъявлено. Поэтому он сегодня пытается это провести как антитеррористическую операцию, как стрельбу по позициям. Российские медиа уже подхватили эту формулировку. Я же говорю, это совместная операция очередная. Очередная, блестящая, совместная российско-турецкая, не азербайджанская, российско-турецкая операция, в которой действует Азербайджан. Они действуют руками Азербайджана. Речь идет об этом. Поэтому они делают все, чтобы население оттуда ушло, и они только потом вошли. Все очень ясно, все предельно ясно, все открыто, все понятно. Мне не ясно только то, как будем действовать мы. Я надеюсь, что мы постараемся это все использовать так, чтобы постараться защитить наших соотечественников по максимуму. Теми способами, которые нам доступны. Вот интересно, когда поступают информации, говорят, призываем Армению и Азербайджан. Вот почему Армения называется в этом контексте? Россия призывает Армению и Азербайджан? Нет, не Россия призывает, но кто бы ни призывал, это вот так преподносится, что тут проблема Армении с Азербайджаном. Почему-то вот действующее само лицо Степана Керт в Арцах, оно не называется. Почему-то это называется призыв к Армении и Азербайджану. Давайте посмотрим, если призывают Армению, к чему призывают. Во-первых, почему Армению? Причем здесь Армения. И во-вторых, возвращается к истории опять новейшей. Я вынужден напомнить, что в 98-м году, по-моему, Роберт Кучерян фактически вывел Нагорный Карабах из переговорного процесса и объявил стороной переговора в Армению. Сторона переговоров она, но не сторона же конфликта. После этого Армения стала стороной конфликта. После того, как Никол Пашинян 9 ноября 20-го года подписал эту злосчастную бумажку. А как? А как вы хотели? Если мы подписываем эти бумаги, если мы ведем переговоры, если карабахцы во всем этом вообще не присутствуют ни в каком виде после 98-го, к кому вы хотите, чтобы обращались? К Шахраманяну? То есть, это фиктивная сторона конфликта, она не на самом деле... Сегодня она сторона конфликта? Нет, конечно. Армения вообще не участвует в этом конфликте. Армения участвовала в этом конфликте во время 44-дневной агрессии, когда наши добровольцы пошли защищать своих соотечественников. Да, это так. Но сегодня Армения вообще не имеет никакого влияния на все это. Армения вообще ничего там не решает. А после того, как они незаконно сменили в Карабахе власть и пришла во власть вот это вот бывшее, так называемое, действующее руководство Армения вообще никак не влияет на это. То есть вы понимаете, что там происходит? Они как-то договариваются с Россией, там управляет всем Россия, я об этом говорил последние недели, которая сегодня задает Нагорный Карабах и Карабахцы в Азербайджанную Турцию. То есть может быть какая-то провокация с этой стороны, вот мы назвали, что это была провокация, вот этот взрыв машины. Конечно, это была провокация. И какая-нибудь провокация с этой стороны и вовлечение Армении. Армения вовлечется в эту операцию? Армения не вовлечется в эту операцию. Руководству Армении достаточно благоразумия, чтобы на это не идти. Мы оказывается, понимаем, что это сейчас невозможно и не в наших интересах. Но опять-таки, я считаю, что мы должны сделать все, чтобы защитить наших соотечественников всеми доступными нам способами. Военным путем, к своему сожалению, сегодня это невозможно. Но это возможно дипломатическим путем, это возможно правовым путем. И мы все должны были делать очень давно. Мы должны были принять римский статус пять лет назад, когда у нас сменилась власть. Этого всего бы не было, я вас уверяю. Мы должны были это все делать давно. Еще покойный Рубен Шугарян, светлая ему память, мы с ним встречались, наверное, лет 10 назад. Он тогда очень подробно... Он был лучший посол США, Армении в США. заместитель министра иностранных дел, большой дипломат и очень большой умница. Он все это мне тогда буквально на бумаге расписал, как мы должны действовать и как мы должны требовать признания Нагорного Карабаха во имя спасения. Это все мы должны будем делать давно. Мы этого всего не делали по одной, по двум причинам. По причинам собственной бесхребетности и по причинам нежелания не дай бог рассердить Россию. В результате мы пришли к тому, к чему мы пришли сегодня. Спасибо. Даже не знаю, что добавить к этому. Да, был мой вопрос, вы думаете, распространится пламя, от чего это зависит, от того народ... От того уйдет народ или нет? Если народ оттуда... Вы сказали. Если арцарцы в очередной раз проявят стойкость духа, крепкость духа, как это им свойственно, я ни к чему не призываю. Я понимаю, что под бомбами сегодня дети, женщины, там ужасная ситуация. у меня есть своя информация. Бомбы падают сейчас буквально на город, люди сидят в подвалах. Если они каким-то чудом смогут выстоять, это может продолжиться до тех пор, пока это не остановит. Международное сообщество... Да, я полагаю, что сможет. Или они остановят это сами, как только убедятся, что люди начали уходить оттуда. Потому что ихняя цель в этом. Ихняя цель убить нескольких зайцев одним ударом. Цель вот этих обстрелов, вот этого вот варварства, вот этого вот... То, как ведут себя эти изверги. Цель в том, чтобы совершить этническую чистку Нагорного Карабаха, убрать оттуда армянское население. Цель в том, чтобы взорвать Армению изнутри, сменить в Армении власть. И в дальнейшем пойти по процессу расчленения Армении. Опять-таки, в результате очередного российско-турецкого сговора. Мы прекрасно помним нашу историю. Мы прекрасно знаем, чего мы можем ожидать. Мы прекрасно понимаем, с кем мы имеем дело. И я очень надеюсь, что это прекрасно понимает наша власть. И мы, по крайней мере, сейчас, мы не можем остановить сейчас ситуацию там, так как мы этого хотим. Хотя там тоже не все потеряно, если будем действовать. Но мы можем предотвратить этот сценарий в отношении Армении. Для этого у нас есть все возможности. Я в этом убежден. Спасибо большое за сегодняшнюю встречу. Спасибо вам. Спасибо, дорогие друзья. Напомню, что мы беседовали с Давидом Степаняном, ассоциированным экспертом Армянского института международных отношений и вопросов безопасности, политическим обозревателем. Беседу вела Гайанна Ракелян. Всех благ. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok